По зуму к нам присоединяется председатель правления филиала Ассоциации фермеров по Житесуцкой области Оскар Шарипов. Оскар Калиевич, добрый день. Смогут ли сахарные заводы переработать рекордный урожай свеклы? Не останется ли часть урожая невостребованной? У нас в Житесуцкой области сейчас в данное время работают два сахарных завода. Один Коксовский сахарный завод сможет максимально переработать 250 тысяч тонн. Сейчас готовы работать Аксусский сахарный завод. Он может переработать до 400 тонн сахарных свеклы. Одним словом, мы готовы переработать на своих двух сахарных заводах где-то 550 тысяч, 600 тысяч тонн сахарных свеклы. В данное время такой объем у нас в области обеспечен. Но то, что говорили насчет Джамбульской области, там работает один меркенский сахарный завод. Джамбульский сахарный завод, он в данное время не приспособлен для переработки сахара, сахарных свеклы. Поэтому у них там возникает большая проблема. У нас в Житесуцкой области такой проблемы нет. Сейчас в данное время идет полностью переработка сахарных свеклы в нашей области. А то, что говорили насчет зависимости от импорта. Мы действительно всю жизнь были зависимы от импорта, сахара и свеклы. Максимальный урожайность, максимальный обеспечен сахар у нас достигло до 50%. Это еще в советское время. А остальные 50% мы возили из России, из других стран. В данное время у нас в этом году, если будет 120 тысяч тонн сахарных свеклы, то у нас обеспеченство составляет более 20%. То есть мы достигнем нижний уровень продовольственной безопасности. Остальные 80% придется завозить, как раньше было, с других стран. А мы вот последние 10 лет всю жизнь оставались на уровне 10%, не более 10% обеспеченства. Остальные 90% у нас завозимые сахарные свеклы. Но в этом году, если в два раза увеличим производство сахарных свеклы, то достигнем продовольственной безопасности. Это для нашей страны. В данном случае это большое достижение по производству сахарных свекл. У нас ежегодно повышается урожай сахарных свекл. В Житовской области в прошлом году было урожай среднее 420. В этом году тоже ожидаем такой же уровень урожайности. Это для нашей области мы еще никогда не дошлили такой средний урожайность в области. Так что в этом году мы сможем переработать сахарные свеклы. А то, что запланировано в Житовской области завозить около 100 тысяч тонн сахарных свеклы, это, конечно, время покажет, в будущем, какое урожайность у них будет складываться. Избыток сахарных свекл, сейчас, как министерство сказали, продлить его 120 дней до 120 дней. То переработает автобусский сахарный свекл, конечно, большая проблема. Ну, в плане вот такой у нас ожидаемая проблема, решаемая проблема. У нас недавно был министр сельскохозяйства сам. Ну, между собой они решили пока вот такой запланированный объем. А в будущем все-таки придется строить новые сахарные заводы. А вот у нас было в Казахстане 8 сахарных заводов, сейчас остается работа всего 4 сахарных завода. 4 сахарных завода на всю страну, это же маловато. Маловато. У нас было 8 сахарных заводов. А если раньше, вот как раньше было 8 сахарных заводов, то можно будет переработать сахарные. А почему их закрыли? Это невыгодно было? Ну, видите, здесь большая проблема, на уровне провинции это решение было. Когда презентация прошла, монополисты захватили эти сахарные заводы. И в данном случае вот Алакульский сахарный завод, Коробласский сахарный завод, Бурнадайский сахарный завод, Чуйский сахарный завод, они все разворованы, остались только их фундаменты. А восстановить его инвесторы хотели, вот этот Коробласский сахарный завод, Алакульский сахарный завод. Из-за того, что они стоят большой объем, требуется большой инвестиции, они отказались. Лучше надо бы построить новый сахарный завод. Проблема будет решаться в будущем. Чем восстановить техносоводы, лучше бы построить новый сахарный завод. Вот жамбульский сахарный завод хотели переоборудовать на сахарный завод. Но там, оказывается, требуется более 50 миллиардов тенге. А 50-50 миллиардов тенге – это равноценно построить новый сахарный завод. Проблема очень сложная в отрасли сахарный завод. Но правительство решает этот вопрос, она решаема. Сделана большая правительственная программа. Если до 15-го года у нас даже достигнут площадь сахарного завод, где-то 30 тысяч площадей, если вот такой урожай будет, то этот вопрос решается со временем положительнее, я думаю. Спасибо вам большое за ваше мнение, за беседу. Оскар Калиевич, Оскар Шарипов, председатель правления филиала Ассоциации фермеров Казахстана, позже Тосуской области был с нами на прямой связи по Зуму.